Добрый день, уважаемые ребята! Всех приветствую! Уважаемые коллеги, мы вас тоже приветствуем. Мы очень рады, что и ребята, и вы к нам пришли в Найберщелнинский государственный педагогический университет. И сегодня Камский математический центр проводит лекторий Алексея Владимировича Саватеева. Все вы его видели, все вы его поприветствовали. Пожалуйста, еще раз поприветствуйте. И приветственное слово я передаю ректору Найберщелнинского государственного педагогического университета Альфинур Азатовне Галякберовой. Уважаемые школьники, здесь находятся и учителя, участники математического центра Найберщелнинского государственного университета, а также приглашенные любители математики. Сегодня можно сказать, что у вас праздник, потому что к нам приехал наш любимый лектор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Академии наук Российской Федерации Алексей Владимирович Саватеев. Поприветствуем еще раз его. Алексей Владимирович является научным руководителем нашего Камского математического центра, и вот эту организацию мы как раз спланировали именно под его руководством. На сегодня этот центр расширяется, и действия наших кружков, преподавателей, лагерей, которые на площадке центра функционируют, расширяются за пределами и набережных Челнов, и даже Закамского региона. Поэтому я очень рада, что вы сегодня здесь. У вас хорошая возможность с первых уст услышать о сложных математических задачах очень просто. Это Алексею Владимировичу хорошо удается. Внимание на Алексея Владимировича. Всем привет, друзья. В общем, сегодня вы услышите про весьма сложные проблемы, некоторые из которых не решены до сих пор. Я про них расскажу, и они будут связаны… Давайте я сюда это положу. Там будет в какой-то момент, мне надо будет сюда подглядеть. Вот, значит, они связаны с вопросом таким. Вот есть множество целых чисел, да, как оно выглядит. Ну, понятно, как. Узелки, да, завязанные на бесконечной в обе стороны веревки, правда? Узелки идут и направо до бесконечности, и налево до бесконечности. Координатное выражение целых чисел. Стандартное, которое, конечно, вы все знаете. И вот мы берем и на него нанизываем такую же веревку с узелками, только узелки реже встречаются. В два, в три раза, в четыре раза реже. Сейчас кто-нибудь скажет мне, как вот такая веревочка называется. Хотя подсказка есть на экране, да? Как называется такая веревочка? Нет. Я понимаю, что она тоже может служить моделью координаты прямой. Но вот если я в четыре раза ее взял и растянул, это называется арифметическая прогрессия, такая вот, такая веревочка. Вот, например, я в пять раз растянул, да? То есть арифметические прогрессии – это такие же веревочки, только узелки реже, да? И еще их можно сдвигать чуть-чуть. Ну и вот вопрос, который поставил Поль Эрдыш. Это знаменитый математик венгерский, который жил в 20 веке, в течение всего 20 века, очень длинную жизнь прожил. Он был настолько фанатично предан математике, что у него никогда не было ни семьи, ни толком места жительства. То есть он там, может, где-то когда-то и был прописан, но в процессе войны там он был еврейской национальности, ему пришлось от Гитлера бежать. В общем, попал в Америку, где-то еще жил. И в результате, в конце концов, вышло так, что он ездил по всему миру просто с конференции на конференцию. И все, вот он выезжает, да, заканчивается конференция. Он едет к какому-то своему коллеге на другую часть света. Здравствуйте, мой мозг вылетает, да? Потом прилетает в аэропорт. Здравствуйте, мой мозг прибыл, принимайте его. Значит, он селит его там на несколько дней у себя, а потом везет в какую-то другую конференцию куда-то еще в гости по научному сотрудничеству. То есть у него ничего, кроме математики, не было. Ну, плюс там пинг-понг, например, он любил играть. Какие-то такие моменты сопровождающие. И у него было 1500 статей. Этот рекорд до сих пор не побит, хотя с тех пор жизнь ускорилась. Статьи в большом количестве авторов появляются. Но он их клепал всю свою жизнь. И он поставил очень много нерешенных математических проблем. Оставил после себя. И вот круг вопросов, целый круг проблем связан со следующим общим вопросом. Какими прогрессиями в объединении можно покрыть все целые числа? Давайте я математический значок тут покажу. Вот так математики целые числа обозначают. Вот таким значком. Красивая Z. Большое. Множество всех целых чисел. Но вот оно здесь нарисовано. Оно зелененькое. А прогрессии, они разреженные. То есть в 2, в 3, в 4 раза разреженные. И можно их сдвигать. Ну и вот вам приносят, скажем, привозят вам на дом, скажем, вот несколько экземпляров прогрессии длины 15. Через 15 шагов идущие. Допустим, 3 экземпляра. Потом прогрессия длины 7. И там чуть-чуть более такая, допустим, может быть, 2 экземпляра. Ну вот какие-то, да, приносят какие-то прогрессии. И еще там несколько видов каких-то прогрессий принесли. Вот там 2 экземпляра прогрессии по 4. Ну в общем, есть какая-то машина, да. К вам на дом приходит машина доставки. Доставки арифметических прогрессий. И выгружает вам эти ниточки. И дальше вы можете что делать? Ну, например, вот это вот 3 экземпляра по 15, вы можете их расположить на прямой линии. Потом одну сдвинуть, еще раз другую сдвинуть, да, третью. То есть их можно начинать с разных точек. 7 тоже вы не обязательно с нуля начинайте. 0, 7, 14, там 21. А можете сдвинуть. Тогда будет 2, 9. Что дальше? 16, ну да, это так, проверяю, слушают для меня. А туда, от двойки, куда будет, если 7? Минус 5. Ну и вот вы так вот должны. Задача такая. Вам всегда, вам требуется закрыть все целые числа. Все. Но иногда она, конечно, не решается. Ну, например, если вам, вы открываете машину, а там всего лишь одна прогрессия, ну, хотя бы с шагом 2, но все равно всего одна. Ну и понятно, что у вас либо вы все четные закрыли, либо все нечетные закрыли. Это в зависимости от того, где вы ее центрировали. Ну, понятно, что не удалось. Ну, вот общий вопрос. Удастся ли закрыть все целые числа этим привезенным вам набором прогрессий? И вообще, если вам привезли какой-то набор, можно ли быстро сказать, удастся или нет закрыть? Вот. Значит, сейчас я вам расскажу историю моего знакомства с этой задачей. Это было в июне текущего года во время летней школы в Бериндеевых полянах. Школа, значит, летняя школа для детей от 1 до 8 класса, куда мои младшие дети ездят учиться, а старший приезжает иногда преподавателям. Ну, вот мы там большим кагалом всегда заезжаем. И вот там, значит, в принципе, иногда интересно какие-то… Там кроме лекций по математике, там еще есть лекторий для родителей. Родители приезжают с детьми, и там, значит, есть лекторий для родителей. Ну и вот мы с мелкой нашей Надей, в том числе, которой 3 года, и с ней, ну, как бы должен кто-то все время быть, ну, в основном с ней жена, но вот жена присмотрела там лекцию по биологии и говорит, слушай, я хочу очень пойти, там что-то про яблони. Ну и я, значит, с Надей пошел гулять. И проходим мимо, вот, она говорит, ой, мама, мама там, мама, я говорю, ну, давай пойдем, зайдем, мы сразу выйдем, да? Зашли, за одну минуту я услышал содержание лекции по биологии. После этого мне пришлось Надю уводить, потому что она начала мешать вести занятия. Но, что я успел услышать, биолог рассказывала про яблони, которые плодоносят не каждый год. Знаете, да, что яблони плодоносят, ну, раз в два года, да, плодоносят? Ну и как бы сразу возникает идея, вот если у вас есть два вида яблонь, вот вы можете вроде как каждый год, чтобы их кушать, но там они, правда, должны в садах далеко друг от друга для этого расти, как я потом выяснил, но это уже как бы, это уже биологические детали, да, как именно реальные яблони плодоносят, я не знаю. Наверное, все плодоносят раз в два года, и тогда как бы понятно, что задача либо очевидная, если можно в одном саду рассадить так, чтобы они плодоносили вот по четным вот это яблони, а по нечетным вот это, тогда вы каждый год, да, закрываете себе все годы. То есть получается, что вот так двумя яблонями можно всю свою жизнь яблоками накрыть. Но, да, но как бы дальше, понятно, биология там своя наука какая-то, а мне тут же в голову пришла такая задача. Вот у вас яблоня плодоносят раз в пять лет, другая раз в семь лет, третий раз в пятнадцать лет. Вы живете бесконечно. Вам нужно взять эти яблони и рассадить по годам, можно подождать и высадить там, например, через три года ту, которая плодоносит раз в семь лет. Тогда она вот через три года плодоносит, потом через десять лет плодоносит, через семнадцать. И получается ровно эта задача, видите, да, эта задача из яблоневой математики. Но только математика, конечно, здесь идет далеко за пределы биологических законов про яблони, но вот этой минуты, да, к которой я зашел, у меня это было достаточно, чтобы я сочинил вот эту задачу. А потом я выяснил, что семидесятию годами раньше ее сочинил Поль Эрдыш, и про нее читаются целые лекции. Я посмотрел на серию лекций в городе Дубна на школе современная математика моего друга и коллеги Ильи Богданова. И там было четыре лекции про вот эту задачу прям целиком. А еще после этого, совсем незадолго до того, как я к вам сюда приехал, мне написал один исследователь из Англии и говорит, Алексей Владимирович, в этом общем виде я доказал, что она НП полная. Это, разумеется, детям ничего не может говорить, но кто здесь вдруг из взрослых наверняка слышал о некотором классе задач, которые не решаются за быстрое время, и именно на основе этих задач там всякие шифрования, кодирование, секретная информация. И вот есть даже одна из семи величайших проблем человечества, о совпадении классов полиномиальных и вот этой вот НП класса. В общем, он свел эту задачу к некоторому набору из 150 эквивалентных друг другу задач, связанных с алгоритмами. И тем самым это означает, что это безумно сложная задача, в общем виде никак не решаемая. Но давайте порешаем ее в каких-то частных формах. Эрдиш оставил целый ряд открытых гипотез, которым я перейду через некоторое время. А пока давайте просто вот возьмем и очевидное утверждение сделаем. Ну, во-первых, когда мы точно можем сказать, что целые числа покрываются. Ну, например, если мне привозят прогрессии с шагом 15, то сколько я их затребую, чтобы покрыть целые числа? Вот никаких других нет, только такие. Капитан очевидность говорит, что 15. Совершенно верно. Берете и сдвигаете на шаг, на шаг, на шаг, на шаг. Хорошо. А теперь вопрос, а если вот вам привезли прогрессию с шагом 2 и прогрессию с шагом 3, получится накрыть? Не получится, да? Потому что та, которая с шагом 2, она покрыла, ну, например, четные числа. Тут можно сдвинуть, не очень важно, чем ее покрыть, четные или нечетные покрыть. И дальше будут через 2. А у нас только одна прогрессия, которая идет через 3. Понятно, что если я поставлю через 3, то она не покроет. Если у меня, значит, давайте посмотрим, какой минимальный, попробуем решить задачу. Минимальное число прогрессий с различными шагами. Вот сейчас вот эту задачу вместе будем с вами решать. Покрывающие, покрывающих целые числа. Вот. Как ни странно, она уже, ну, скажем так, это уже не очевидно. Мы сейчас ее решим, но это уже не сразу очевидно. Как вы думаете, каким числом прогрессий с различными шагами? Будем их, знаете, как? А, так, да? Будем их обозначать математически. Скажем, 2z – это четные числа. Четные. А 2z плюс, вот такой плюсик в кружочке 1 – это значит сдвиг на единицу. Это, очевидно, все нечетные числа. Вот. Ну и, соответственно, также можно написать 3z. 3z, 3z плюс 1, 3z плюс 2. А нужно писать 3z плюс 3? Почему? Правильно, потому что это просто 3z. У меня все время за что-то зацепляется провод. Сейчас я из-за этого все сносится. Вот так. Правильно. 3z плюс 3 – это просто то же самое, что 3z. Это одна и та же прогрессия. Если я центрировал в нуле или центрировал в трех. То есть у меня, видите, получаются повторяющиеся мотивы. Повторяющиеся массивы. Но давайте я начну с того, что положу 2z. То есть оставлю только нечетные числа. И, например, 3z тоже положу. И вот эти два множества в объединении мне не покроют все целые числа. А какой период повторения будет у этой картинки? Вот картинка возникнет такая. Картинка возникнет. Значит, давайте я нарисую это. Вы пока думайте, какой период. Период, в котором картинка будет повторяться. Значит, у меня покрыты четные. 6, минус 2, минус 4, минус 6 и так далее. Это одна ниточка. А другая ниточка я тоже в нуле центрировал. Соответственно, 0, 3, 6, минус 3, минус 6. Ну и вот давайте обозначать непокрытые. Это 1, минус 1, минус 5. 5. Понятно, да? Так. Что дальше не будет покрыто? 13. А до этого? 7, да. 9 покрыто троечкой. 11 не покрыто. Простые, конечно, не будут, да. Простые не делятся ни на 2, ни на 3. Но если бы я сдвинул, уже не так бы все очевидно было, да? Потому что, когда я сдвинул, да, уже никакой деримость речи не идет. Так, и какой период вот в этой картинке непокрытых? Да. 6. Как 6 связано с числами 2 и 3? Молодцы. Это ног, который в данном случае равен произведению. То есть это наименьшее общее кратное. Понятно, что если мы покрываем прогрессиями с несколькими ходами, то картинка будет повторяться через наименьшее общее кратное, потому что оно будет делиться на все эти числа, и тем самым старт оттуда будет все равно, что старт с начала. Поэтому вот это вот как бы нас на самом деле интересует только задача покрыть все от нуля до нога. Если мне привезли какой-то набор покрытий, задача кажется о покрытии бесконечной прямой, но на самом деле это задача о покрытии совершенно конкретного конечного участка, от нуля до ног. И если мы его покрыли вот этими прогрессиями, то дальше уже все повторяется и тоже будет покрываться. Значит, вот сейчас у меня конкретно я могу написать так. Не покрыты две прогрессии 6z плюс 1 и плюс 5. Она же 6z минус 1, это та же самая. Ну и довольно естественно было бы взять 6z плюс 1, и тогда останется только 6z плюс 5. Итак, вот смотрите, 2z, 3z, 6z плюс 1. По-прежнему они не покрывают все. Не покрыли. Не покрыли всего. Но осталась только прогрессия 6z плюс 5. Но проблема в чем? В чем проблема? Мы запретили равные. Нам не привезли. Мы хотим спросить различные шаги. То есть нам в нашем завозе на машине нет совпадающих прогрессий. Поэтому мы требуем, чтобы прогрессии были разных длин. У нас уже использовано 2, 3 и 6. И теперь надо как-то, не используя еще одной прогрессии с шагом 6, покрыть оставшуюся непокрытыми числа. Кто предложит вариант? Не обязательно одной. Я более того, я вам скажу секрет, расскажу один. Мы могли бы это доказать за некоторое время, но не будем этим заниматься. Минимальное количество прогрессий с разными шагами, покрывающих все целые числа, равно 5. 4 не получится. Ни 3, ни 4. Так, какая? Я что-то слышал. Что 5? Прогрессия должна выглядеть так. Какой шаг и какой сдвиг? То есть должно быть написано, сколько-то Z, плюсик к кружке и сдвиг. Ну, 11 что-то нам покроет. Но нужно покрыть как бы… Ну, вот прогрессия 11 явно не покроет всех таких. Кстати, а какие она покроет? Вот у меня есть 6Z. Давайте посмотрим. Вот 6Z плюс 5. Берем 11Z, да? Ну, например, плюс что? Ну, плюс 5, наверное, возьмем, чтобы пятерку уж убить. Да? Вот тогда в каком месте в этой прогрессии будет следующий непокрытый до сих пор непокрытое число? То есть вот я кинул 11Z плюс 5. Первое 5, отлично, мы ее покрыли. Следующее какое число? Следующее, я имею в виду, в этой прогрессии следующее число какое? 16, правда? Но оно покрыто двойкой. Следующее какое? 27. Чем покрыто? Тройкой. Следующее число, еще прибавляем 11. 38. Двойкой. Дальше. 49. Чем? Покрыто, покрыто. Смотрите внимательно. Нет. 49, ни тройка, ни двойка не покрыто. Но оно покрыто. Семерки у нас нет. Оно покрыто прогрессией 6Z плюс 1. Потому что 48, предыдущее число, делится на 6. Понимаете, да? 49 покрыто предыдущей прогрессией. Дальше какое число? 60. Следующее число? Двойкой. Следующее. 71. Покрыто или нет? Молодцы. Поэтому будет покрыто 5, а потом 71. Посчитайте разницу. Вот это вот. Сколько это? Отлично. Как связано 66 с числами 2, 3, 6 и 11? Молодцы. Это ног. То есть опять та же история. Смотрите. Картинка повторяется через ног всегда. У меня прогрессии 2, 3, 6, 11. Вся картинка имеет период 66. Поэтому очевидно, что 71 покрыто не будет та же, как 5. Но все предыдущие, все предыдущие, которые были до этого, оказались покрыты. Мы крайне неэффективно использовали эту, ну как бы, вот эта прогрессия, она покрывает только те, которые по модулю 66 дают остаток 5. И больше ничего. Хотя написано 11Z плюс 5. Поэтому это, ну, неэффективно ее использовать. Давайте какие-нибудь другие использовать. Какие больше нам покроют? У нас же, ну, подсказка какая. Если вы будете брать взаимнопростые с предыдущими, будет плохо. Потому что, да, давай, пример. Сколько? 12. Хорошая идея. Возьмем 12Z плюс 5, да? Например. Или плюс 1, что нам плюс 5? У нас же из единицы начинается непокрытая, да? Давайте 12Z плюс 1 прибавим сюда. Вопрос, какие мы покрыли и какие не покрыли из оставшихся? А, ой, нет, единица у нас уже была, господи, что я говорю. Плюс 5, конечно. 12Z плюс 5. Что мы покрыли? Единицу мы уже тоже покрыли. Здесь вот это была шестерка у нас, да? 6Z плюс 1 уже нам покрыло. Так, значит, пятерку я покрыл. Следующее непокрытое число какое было? 11. Мы его покрыли? Нет, 12Z плюс 5 не покрывает 11. А следующее непокрытое какое? Смотрите, какие у нас идут. 5, 11, минус 1. Дальше 17, правильно? 17 покрыто вот этой погрессией? Покрыто, молодцы, 12 плюс 5 как раз. То есть следующий раз мы посетим число 11, да? Ой, число 17. Останется, соответственно, 11. Потом будет 23, оно не будет покрыто. Иными словами, теперь непокрытое числа вида 12Z плюс 11. Ну, блин, опять, да? Получается, мы же 12 не можем второй раз использовать? Давай. Молодец! Как тебя зовут? Максим. Максим шагнул, как говорится, из коробки. Знаете, такой принцип? Out of the box, как по-английски говорят. Это значит, помыслить так, как вроде вот, ну, хочется дальше что-то там придумать, какой-нибудь 24Z плюс 11, что-то такое. Нет, давай себе назад шагнем. У нас же четверка не занята. А 4, 4Z плюс 11, да? Она огромная, она более плотная, чем 12Z плюс 11. Что такое 4Z плюс 11? Это какая на самом деле прогрессия, если переписать более просто? Вот вместо 11, что здесь можно написать? Плюс 3, конечно. 4Z плюс 3. Она пройдет и через 11 тоже. И более того, вот эта прогрессия 4Z плюс 3, она целиком содержит в себе 12Z плюс 11, просто потому что она вот так ходит, да? А та ходит вот так. Нам надо покрыть вот эти вот идущие через 12, мы просто покрываем идущие через 4, и тем самым, в частности, покрываем через 12. Итого 4Z плюс 3. И вот вам пример, первый пример прогрессий, которые все с различными шагами полностью покрывают все целые числа. То есть, если вот эти странные яблоки, которые одно плодоносит раз 2 года, одно раз 3 года, одно раз 4 года, одно раз 6 лет, одно раз 12 лет, мы их можем раскидать по годам и рассажать, так что все целые числа будут полностью покрыты ими. То есть, в каждый год мы будем есть яблоки. Так, ну, замечательно. Это мы с вами познакомились уже с проблематикой. Значит, следующий шаг – это задача, которую Эрдеш дал слушателям его лекции про эти прогрессии. Когда-то давным-давно он придумал такую задачу. Значит, чтобы ее мотивировать, я хочу сказать, что вот здесь эти шаги, 4, 12, они включали в разложение на множители квадраты. Ну, 4, да, число – это квадрат, число – 2. Можно ли обойтись как-то без чисел, делящихся на квадраты? Можно ли обойтись? То есть, можно ли придумать некоторое количество прогрессий, которые полностью заполняют все целые числа в объединении, будучи сдвинутыми, но которые на квадраты не делятся. То есть, являются произведениями отдельных простых чисел, без степеней, различных простых чисел. Кстати, кто учится в Кампском математическом центре, те, наверное, знают, что это называется число, свободное от квадратов. Или еще такого не было у вас? Было, да, уже? Вот, укажу, что это уже было. Число свободное от квадратов, да. Так вот, значит, можно ли покрыть целые числа прогрессиями с шагами, свободными от квадратов? Но конкретно Поль Эрдош предложил взять число 210 и покрывать, вот чтобы это было кратное, наименьшее вообще кратное. То есть, все прогрессии должны быть с шагами, делителями вот этого числа. А это, между прочим, дважды, трижды 5 и 7, если что. То есть, это первые четыре простых числа. И нам нужно, комбинируя вот с этими простыми числами, перемножая их друг на друга, но только по одному разу, как-то представить, предъявить набор прогрессий, которые бы нам все покрывали. Давайте я, если я буду ее разбирать в полной подробности, то я займу оставшееся время, а я хочу сформулировать четыре нерешенные задачи из этой области. Четыре нерешенные задачи, да. Получается, кто у меня еще есть, да? Да. Так что мы успеем. Сейчас поработаем с этой задачей, а потом я. Вот. Значит, и так. Ну, понятно, что мы начинаем, конечно, с двойки и закрываем все четные числа, чтобы с ними уже, значит, не общаться больше, да. Так. Что мы делаем дальше? Дальше мы приглашаем тройку и тоже что-то там она у нас закрывает. Что-то она у нас там закрывает. Она закрывает нам, если я ее центрировал в нуле, ноль уже и так закрыт. дополнительно закрывает числа вида 6К плюс 3. Так. Остаются все те же наши, значит, друзья. 6К плюс минус 1. Вот такие числа нам не покрыты нами. Так. Ну, у нас же есть еще шестерка, правда? Значит, шестеркой мы там выбиваем, например, 6К минус 1 числа. Вот, допустим, это число мы выбили, пятерку выбили. Вот, соответственно, 11 выбили. И тогда у нас остаются числа вида 6К плюс 1. Но беда в том, что не только шестерки больше нет. Больше нет ничего, что не содержит в себе множитель 5 и 7. То есть теперь нам нужно уже привлекать пятерку и семерку. Ну, вот если я беру пятерку, сколько у меня прогрессий, которые на пятерке, вот, значит, основаны на пятерке. У меня есть 5Z плюс что-то. Потом я могу 5 и 2 сделать, да? 5 и 2 – это 10Z плюс что-то. Прогрессия такая достижима мне доступна. 15Z плюс что-то. И какая последняя? 30. 30. Дважды трижды пять. 7 пока мы не, как сказать, мы пока не используем семерку. Без семерки мне доступна пятерка, 5 и 2, 5 и 3, 5 и дважды 3. Значит, соответственно, 30Z плюс что-то. Это 4 прогрессии, которые вместе со всеми предыдущими имеют наименьшее общекратное, равное… Чему? Чему равно наименьшее общекратное у этих шагов? 30. Наименьшее общекратное, да. 30. У двойки, тройки и пятерки, а также у всех, которые связаны с ними, наименьшее общекратное будет 30. Что это значит? Это значит, что на самом деле вот сейчас картинка, которая будет нарисована на отрезке от нуля до 29, будет дальше воспроизводиться один в один потом с 30 до 59, с 60 до 89. То есть период вот этой картинки будет равен 30. Наименьшее в общем кратному. Ну и можно брать и выбивать. Вот у меня что нужно выбить? Мне нужно выбить число 1, которое пока не покрыто. 7. 13. Что дальше еще? 19. Что еще? 25. Но дальше идет 31. 31 уже было, это единица. Так как у нас рисунок сейчас будет с повторением в 30, то вот на этом отрезке нам нужно выбить эти 5. Ну 4 мы вроде как выбиваем, да. 4-то чего не выбить? Написал здесь 5Z плюс 1, 10Z плюс 7, 15Z плюс 13, 30Z плюс 19. И вот вам, пожалуйста, вот эти вот сдвинутые стратегии, сдвинутые прогрессии, они все имеют, их шаг имеет наименьшее общекратное вместе со с одним предыдущими 30-ку. Поэтому мы выбили 1 вместе с 30, одним и так далее, семерку и так далее. В общем, у меня осталось только 25 здесь. Вот на этом. На промежутке от 0 до 29, а дальше будет повтор, осталось не выбитым только 25, грубо говоря, 25 год. То есть если вот я использовал прогрессии с шагами 2, 3, 6 и вот остальные все, то я себе эти яблоки обеспечил во все года, кроме 25 и потом 55, и потом 85, да? И вот остается вопрос, как мне, используя вот эту семерку, теперь все эти убить, все, которые остались. А какие остались? У меня кратное-то 210 всеобщее, поэтому у меня получается, у меня получается сколько раз, вот здесь 30, да? От 0 до 30, от 30 до 60 и так далее, до 210. И мне нужно каждый раз вот это 25 выбивать, то есть 210, значит, будет 25, 55, 85, да? 115 будет, правильно? Что там дальше будет у нас? 145, да? 175, 205 и 235, но оно же совпадает с 25, потому что разница между ними равна 210. Ну вот мне нужно выбить все вот эти вот числа на промежутке от 0 до 210, используя шаг 7 и все шаги, которые получаются, если 7 умножать на предыдущие числа. Сколько вариантов для шагов? Смотрите, у меня есть шаг 7, и я его могу умножить на любые числа 2, 3 и 5 в количестве 1 или 0. Сколько вариантов? А? Больше. Кто сказал 8? Почему? Да, дважды дважды два. Совершенно верно. Варианты дважды дважды два. Два или есть или нет? Три или есть или нет? Пять или есть или нет? Вот будет 8 вариантов, да? Итого у меня 7, 7ю 2, 7ю 3, 7ю 5, 7ю 6, 7ю 10, 7ю 15, и 7ю вот это все, то есть 210. Поэтому у меня возникает 8 прогрессий, которые я могу сдвигать на произвольные числа, чтобы заполнить вот эти 7 чисел. И это возможно. 8 прогрессий, 7 чисел. Все шаги разные. Ну, набираем их там, плюс 25, плюс 55 и так далее. Ну и, например, не используем последнюю. То есть одну какую-то мы можем не использовать. Остальные, фактически эквивалентны все, когда мы их нанесем на эту карту, они будут выбивать то же самое, что будет выбивать 210 плюс соответствующее число, потому что остальные числа будут уже выбиты. Ну и мы, значит, всю прямую закатаем в 14 прогрессий. То есть минимальное количество прогрессий в этом случае равно 14. Ну что, пора переходить к нерешенным задачам, потому что, если честно, дальше сложность возрастает экспоненциально в любых дальнейших рассмотрений. То есть ничего больше такого существенно математического мы осознать не сможем, а вот нерешенная задача формулируется очень просто и понятно. Как обычно, да, бывает. Школьные нерешенные задачи выглядят очень простыми. Например, существует ли набор прогрессий А1З там плюс Б1. Я могу так обозначать, да? Вот эти вот шаги, да, у меня шаги это Ашки, а сдвиги Бшки. То есть мне как бы мне дали вот такие прогрессии, а я могу еще как угодно сдвигать. Вот возможно ли предъявить вот такой набор прогрессий, который покрывает Z без пересечений. Без пересечений. То есть у меня получается, что каждая точка только один раз использована. До этого у меня по многу раз мы использовали. Мы ноль, например, у нас был и через четные, и через идущие натрии. Он и там, и там. А здесь мы требуем без пересечений. Ну как? Самое простое, как без пересечений? 2Z и 2Z плюс 1. Правда? Ну это как бы очевидно. Правда? Вот они без пересечений. Дальше. Если там по-другому, можно 2Z, 3Z, нет, 3 уже не взять, потому что будут пересечения. Значит, 2Z, там, скажем, 6Z можно взять плюс 1, реализовать через 6Z. 6Z там плюс 3, 6Z плюс 5. Вот, пожалуйста, тоже покрыли. без пересечений. Но у нас все время получается, что совпадают какие-то. Я могу вот это заменить на какие-то еще, тогда здесь тоже, если я буду пытаться делать, все время будут получаться совпадения шагов. Так вот, существует ли набор прогрессий, покрывающих целые числа без пересечений, то есть полностью вот так вот, каждое число только одно, с различными A1, A2, так далее, AR. Или это не так, и какой бы набор прогрессий, покрывающий целые числа без пересечений, не взять, там будут обязательно западающие шаги. Ну, как я уже сказал, это нерешенная задача, это нерешенная задача номер 1. Гипотеза ARDESHA номер 1 называется. Можно ли покрыть целые числа объединением арифметических прогрессий так, чтобы не было никаких пересечений, то есть полностью, значит, каждая точка содержалась только в одной прогрессии, и чтобы шаги этих прогрессий были все попарно различны. К сожалению, этого, или к счастью нашему, этого никто сегодня делать не умеет, не знает, верно или нет. А вот гипотеза номер 2 была, снята несколько лет назад. Сейчас скажу, какая. Значит, смотрите, теперь мы перейдем к обычной задаче, как до этого решали, когда мы можем покрывать и пересечения можем допускать, как угодно. Значит, гипотеза 2 выглядит так. Для любого целого числа D, может быть, даже очень-очень большого, тысяча, миллион, существует набор покрывающих целые числа прогрессий A1, Z, плюс там B1 и так далее, с различными A1, A2 и так далее, AR, все из которых больше D. Давайте я переформулирую на языке яблок. Можно ли устроить себе яблочное питание круглогодично, ну, в смысле, каждый год, если яблоки, которые, яблони, которые вам привезли, все плодоносят с разной частотой, да, с разными интервалами, и все эти интервалы достаточно большие, то есть там одна яблони раз 300 лет плодоносит, одна раз 350, все они больше, например, 250. А если, например, требуется, чтобы они все были, все плодоносили раз в тысячу лет или еще реже, но при этом сколько угодно яблонь, да, то есть вам, ну, сколько хотите, но не бесконечное количество, а сколько хотите, конечное количество любой величины, вот, вот вам, можно ли так, вот для любого D можно ли придумать такие вот A1, так далее, AR, то есть шаги, вот эти шаги прогрессии, огромные, все больше D и все различные, так, чтобы целые числа покрывались, пусть даже с пересечениями покрывались. Но до 2000 года были примеры типа с D равно 20, типа того, то есть были примеры, когда все яблоки плодоносят реже, чем раз в 20 лет. И казалось, что просто, ну, вопрос техники, чтобы придумать какую-то конструкцию для любого D, но несколько лет назад эту гипотезу опровергли. она неверна. То есть для достаточно больших D это невозможно. Даже если вам привезут, грубо говоря, вот яблони подряд все, вот D плюс 1 плодоносят, плодоношение D плюс 2, плодоношение D плюс 3, вот эти вот интервалы будут все больше и больше. И сколько хотите, вот любой начальный отрезок, берите конечный, он никогда не будет покрывать целые числа. Вот. Это вот было доказано совсем недавно. Эта задача вообще оказалась страшно сложной. Вот эти вот задачи прогрессии безумно сложными оказались. Хотя формулировка, ну, проще, что называется, не придумать. Покрыть целые числа вот этими вот ниточками, да, ниточки. Туда-сюда гоняешь по целым числам. Вот. Ну, еще две гипотезы, которые друг с другом неожиданным образом связаны. Если верна одна из них, то верна и вторая. Но не наоборот. По-моему, вот отсюда, вот сюда, если я не ошибаюсь, слева направо. Вот это я как раз и хотел подсмотреть. Значит, да. Значит, вот эта гипотеза такая. Не существует покрытия Z объединением прогрессий с нечетными промежутками, шагами. Ну, различными, естественно. Тут вот все дальше идут про различные. Неизвестно. Это нерешенная задача. То есть, можно ли вот вам приносит прогрессия с шагом 3, прогрессия с шагом 5. Ну, и один, естественно, мы не берем. Один – это не прогрессия. Все целые числа мы не считаем. Здесь выкидываем. 3, 5, 7, 9, 11, 13 по одному. Приносят вам по одному. Можете ли вы из этих прогрессий составить набор конечный, который покрывает все целые числа при сдвигах? То есть, вы можете как угодно их сдвигать, естественно. Вот можно ли сделать так, чтобы покрыть целые числа? Это нерешенная задача. Что называется? Вот так вот. Хоть стой, хоть падай. Такая просто формулируемая задача, она не решена. Она является математической загадкой. И гипотеза, которая будет верна, если вот эта гипотеза окажется верна. Но на данный момент тоже не решена. Для любого набора покрывающих прогрессий один из шагов обязательно делится на другой. То есть, если вам предъявили набор тех, которые покрывают, ну вот у нас было 2, 3, 4, 6, 12. Ну, пожалуйста, 12 делится на 4, 12 делится на 6. То есть, у нас, то, что мы видели, там, очевидно, это наблюдалось. Вот предположение, предполагается, гипотеза полиэрдыша номер 4 состоит в том, что если есть покрывающий набор прогрессий, то, по крайней мере, в одной из пар шагов один шаг обязательно делится на другой. Она довольно просто выводится из левого, но все-таки не совсем, как это сказать, не за 5 минут. То есть, если верна эта, то верна и эта. Но наоборот непонятно. Ну вот, вот такая наука, родившаяся просто из, не знаю, программы самой средней школы и приведшая немедленно к нескольким невероятно простым по формулировке, нерешенным задачам. Спасибо всем за внимание. Маткульт, привет! Заходите на канал. Кстати, последнее видео на этом канале, оно разжевано до стадии нуля. Это была лекция в хоровом колледже Екатеринбурга для шестиклассников математика и музыка. И там они, у них математика не очень хорошо ведется, поэтому они ее почти не знают. И там прямо вот очень-очень простая лекция. Ага, а я уже снимаю, да? Так, уважаемые ребята, я прошу, присядьте, пожалуйста, пока. Пожалуйста, пожалуйста, присядьте. Так, уважаемые ребята, ну что, я думаю, что очень-очень интересно то, что нам рассказал Алексей Владимирович Саватеев. Вам понравилось? Здорово. Я думаю, что Алексей Владимирович к нам будет приезжать в декабре, ребят. Всех ждем в декабре к нам также сюда в гости на очень интересную лекцию, которую нам еще... Я еще не придумал тему. Еще не придумали тему, но она будет тоже суперинтересная. И что нужно сказать, ребят. Вот помимо лектория, такого вот интересного, который нам представляет Алексей Владимирович Саватеев, у нас вы прекрасно знаете, что каждый месяц по два-три мероприятия проходят еще в Камском математическом центре, да ведь? Я думаю, что вы все знаете, многие постоянно участвуют. Те, кто не участвует, пожалуйста, приезжайте, приходите. Информацию, дорогие учителя, мы до вас доносим. А вы до своих ребяток, пожалуйста. Что еще рассказать? Ребят, у нас будет зимний загородный лагерь. Кто захочет, пожалуйста, информацию тоже доведем. Летний лагерь недавно закончился, он тоже будет на перспективу. Ну и тоже до лета доживем и поедем все изучать олимпиадную математику уже в лагере, в лесу, на свежем воздухе, в произвольном поведении. И что там не так? Произвольное поведение, наверное, всякому силу. Произвольное поведение – это значит легко, доступно, можно полежать на диване, можно посидеть не совсем ровно, как за партой. То есть это имело в виду. Ну и также, конечно, ориентирование математическое в лесу, либо на какой-то другой территории. Да, да. У нас Александр Тонис нам устраивал. Да, 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 да. Интересные вот такие соревнования, ориентация при решении математических задач. Ребят, ну что, всем большое спасибо, уважаемые коллеги, спасибо тоже, что приехали. Ждем на лектории в декабре, Алексей Владимирович приедет. Ну а так в рабочем режиме мы встречаемся каждый раз. И еще, вот я сейчас передам слово студентке факультета математики и информатики, она хочет сказать, как вы будете выходить. Субтитры создавал DimaTorzok